На участке дороги поселок Харьягинский, граница Немецкого округа, протяженность которого составляет 4,5 километра, предстоящим летом планируется провести ремонт. Об этом главе региона Александру Цибульскому доложили на заседание Кружной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В настоящий момент состояние дорожного полотна на данном участке, мягко говоря, неудовлетворительное. В прошлом году сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения по содержанию участка дороги поселок Харьягинский, граница Немецкого округа. По словам полицейских, с момента запуска дороги в эксплуатацию капитальный ремонт там не проводился ни разу. Дорожное полотно на данном участке автомобильной дороги состоит из железобетонных плит, которые под нагрузкой транспортных средств смещаются со своих мест. При этом нарушается их горизонтальное расположение. Часть железобетонных плит за временем уже износилась. Имеются факты обнажения арматурной сетки. Кроме этого, на данной дороге отсутствуют дорожные ограждения в местах, где такие ограждения предусмотрены нормативом. Отсутствует освещение. Перечисленные недостатки являются сопутствующими причинами совершения ДТП. Создается угроза жизни и здоровья граждан. Собственник, централизованный стройзаказчик, уже не один раз был привлечен к административной ответственности за ненадлежащее содержание данной дороги. Также в 2017 году дважды привлекался к административной ответственности и на Ренмар-Дориемстрой за некачественное содержание зимника. В настоящее время, несмотря на меры реагирования со стороны отдела ГИБДД, на протяжении продолжительного периода владельцами дороги не принимаются меры по обеспечению безопасности дорожных движений на мосту через реку Лукашор. Деформационный шов на данном мосту открыт и имеет длину более 15 сантиметров, ширину на всю проезжую часть. Временные дорожные знаки, информирующие водителей об опасности на мосту, установлены не в полном объеме и в нарушении требований правил применения дорожных знаков. Данные условия создают угрозу безопасности дорожного движения. Стоит отметить, что за последние два месяца ДТП на зимнике на Ренмар-Усинск не зафиксировано. Как считают участники заседания, связано это в первую очередь со своевременным информированием водителей о состоянии временной дороги. В целях безопасности дорожного движения установлено информационное табло. Это в районе асфальтобетонного завода, за которым следит ГУПНОА, на Ленмар-Усинск и на ДРП-3. Это на въезд на зимник со стороны поселка Хорегинский, где отображается информация по зимнику, что происходит, а также существующие ограничения, если вводятся ограничения. Также на въезде и выезде зимника установлены шлагбаумы, организована радиосвязь и доступ к интернету. О состоянии автозимника можно узнать и в диспетчерской ДРСУ.